Согласно последним данным ООН, жертвами боевых действий на юго-востоке Украины стали по меньшей мере 3000 человек. При этом поиски погибших, конечно, еще продолжаются. В руинах лежат целые города, улицы усыпаны неразорвавшимися снарядами, но в надежде на мирную жизнь люди начинают возвращаться. Репортаж Алексея Кулика. Разбитые дома возвращаются люди. Обнаружив вместо квартир выгоревшие стены, одни остаются на руинах, надеясь восстановить то, что можно. Это все было сделано бабушкой и дедушкой. И вот бабушка моя, прабабушка моя, она осталась без крыши над головой. Но если восстанавливать уже нечего, уезжают искать новое пристанище. Может быть у родственников или знакомых дома не так пострадали. Вот этот кусок металла, завязанного узлом, это все, что осталось от снаряда для града с БМ-21. Он пробивает крышу на скучку. Местные жители до сих пор не могут оправиться от шока. Говорят, это были несколько дней ада. По ним выпустили несколько сотен снарядов и ракет, которые разнесли полгорода. Их фрагменты до сих пор торчат из земли. Это сопло от управляемой ракеты. Воткнулось в землю в двух метрах от гаража. Боец ополчения Дмитрий говорит, здесь работы не на одну неделю. Такого добра много, а также на территории больниц, как сейчас здесь в Иловайске, в микрорайонах любых городов. Нацелено на массовое поражение. А так как скопления наших войск тут не было, то это было нацелено на мирное население. В поселке Колоски, там у меня родственники, там через путя, у них такая ракета в высоту 7 метров, в глубину не знаю, толщиной как ведро. Ополченцы армии ДНР, пользуясь режимом прекращения огня, защищают территорию. Уже не от противника, а от неразорвавшихся боеприпасов. Этот снаряд снес стену кабинета главврача Иловайской больницы. Корпус намертво застрял в углу. Били прицельно по хирургическому и терапевтическому отделению. Это хвостовая часть ракеты тактического комплекса «Точка-У». Ее легко опознать вот по этим решетчатым стабилизаторам. Радиус сплошного поражения 300 метров. Если бы она была в исправном состоянии, здесь, на месте этого здания, была бы воронка. Персонал больницы укрылся в подвале. Не было света. Хирург Михаил Головко показывает операционную. Здесь постоянно вытаскивали осколки из раненых. Цокольный этаж, подвал. Здесь лежали раненые. Это было операционное. 20 человек раненых на матрасах, следы крови. Если бы не подвиг врачей, погибших было бы гораздо больше. Убежище организовали так, что если бы здание рухнуло, можно было выбраться через шахту лифта или подвальные окна. Даже о воде подумали, если что, надломить трубу и по капле собирать влагу. А это склад медикаментов. Реанимационные комплекты, физраствор, перевязочные материалы. Гуманитарная помощь из России. Если бы бомбежки продолжились, этого хватило бы всего на пару дней. Естественно, не хватало. Вы же видите, что на данный момент сейчас нет ни одного флакона навокаина, нет ни одной ампулы обезболивающего, нет ни одного флакона антибиотиков. То есть, фактически, мы исчерпали за тот период, пока мы здесь находились, мы исчерпали те возможности. На территории больницы ведутся восстановительные работы. Убирают разбитые окна и кирпичи. Эмоции не скрывают. Медсестра Наталья Тульнова – одна из тех, кто провел трое суток в этом подвале. Может, не до конца мы понимали, что это такое. Понимаете? Мы мирные люди, мы хотели мира. А нас так, я не знаю вообще. Не знаю. Это что у вас? Это осколок. Их таких много у нас. Мы стойкие, мы выдержим все. Алексей Кулик, Азат Адагонов, Андрей Руденко, Вести, Донецк.